По прекращению мятежа Павел призвал учеников и дав им наставления, и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующий мобильное наставление, пришел в Алладу. Там пробыл он три месяца, когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, пришла ему мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатр, Пирров, Вериец и из Фессалонькийцев Аристрах, Секунд и Гая, Дервиянин, и Тимофей из Асийцев, Тихики и Трофим. Они, пойдя вперед, ожидали нас в Траде, а мы после дней, опресночи, отплыли с Филипп и дней через пять прибыли к ним в Траду, где пробыли семь дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться на следующий день, беседовал с ними и продолжал слово до полуночи. В горнице, где мы собирались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павел Павла, один юноша по имени Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и сонную пал вниз с третьего этажа и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и обняв его, и сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами, в Ассе, то взяв его, мы прибыли в Метелину. И отплыв оттуда, на следующий день мы остановились против Хиаса, а на другой день пристали Ца-Маосу. И пробыли в Троагилии, на следующий день прибыли в Мелит. Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не терять ему времени в Ассе, потому что он спешил, если возможно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. И из Мелита же, послав в Ефес, он призвал пресвятеров в церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, что я с первого дня, в который пришел Васю, все время был с вами, служа Господу, со всяким смиренно мудрым и слезами, в искушениях, выпавших мне по злоумышлению идеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Возвещаю Иудеям и Еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я, по величию Духа, иду в Иерусалим, не знаю, с чем там встречусь. Только Дух Святой во всем, по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое принял я от Господа». Иисуса проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне, вот я знаю, что уже не увидите лица моего, все вы между которыми ходил я проповедовать Царствие Божие. Поэтому свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускала возвещать вам всю волю Божию. Итак, наблюдайте за собою и за всем стадом, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пости церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью своей. Ибо я знаю, что по отношению моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Поэтому бодрствуйте, помятую, что я три года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас. И ныне передаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои эти. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и пометовать слово Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать. Сказав это, Он приплонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на шею Павла, целовали его, скорбя особенно отсказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и проводили его в кораблю. Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямым путем пришли в Кос, на другой день в Радос и оттуда в Потару. И, найдя корабль, идущие финики взошли на него и отплыли. Быв иду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надежало выгрузить груз корабля. И, найдя учеников, пробыли там семь дней. Они, по внушению Духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми, даже за город и на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы зашли на корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира к Лемаиду, где приветствовали братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа, благовестника одного из семи дьяконов, остались у него. У него были четыре дочери, девицы пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк по имени Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павла и, связав себе руки и ноги, сказал, «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс так свяжут в Иерусалиме и Иудеи и предадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние, просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав, «Да будет воля Господня». После этих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некому Моносону, киприоту, давнему ученику, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Якову, пришли все присвятели. Иерусалим в Иерусалим в Иерусалиме. «Ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обед. Взяв их, очистись с ними, и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнать все, что слыша на имя о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». «Об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не соблюдали, а только хранили себя от жертвенного, от крови, от удавленной, от блуда». Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, на следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же семь дней подошли к концу, осийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона!» И вместо этого, при том и Элина, ввел в храм и осквернил святое место это. Ибо пред тем они видели с ним в городе Трофима и Фессианина, и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, делалось в течение народа, и, схватив Павла, повлекли его из храма, и в тот час заперты были двери. Когда же они пытались убить его? До тысяченачальника полка дошла вещь, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов из сотников, устремился на них, а ниже, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел сковать двумя цепями, и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, так как не мог из-за смятения узнать ничего верного, повелел везти его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало за ним и кричало, «Смерть ему!» При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику, «Можно ли мне сказать тебе нечто?» А тот сказал, «Ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот египтянин, который пред этими днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек разбойников?» Павел же сказал, «Я иудей, торсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу». Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукой народу, и когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так.